Зарядись в Югре Знакомит с возможностями активного времяпрепровождения и отдыха с этноколоритом Еще один QR-код помогает перейти на единую цифровую туристическую платформу Югры Здесь собрана информация о самых интересных объектах и событиях, а также самых вкусных местах региона Ресурс позволяет самостоятельно спланировать поездку или воспользоваться предложениями туроператоров Мы создаем комфортную информационную среду, в первую очередь для прибывающего туриста Я очень часто сама летаю и вижу, как в аэропортах, в Сургуте я это наблюдала, в Ханты-Мансийске Наблюдала, что люди действительно подходят, заряжают, переходят Вижу, что считывают код, вижу, что смотрят ролики Значит, эта технология была не зря использована здесь Сургутянам создают новогоднее настроение На площади Советов, например, уже начали устанавливать елку Компанию ей составит еще семь новогодних красавиц в разных микрорайонах Совсем скоро в городе начнут заливку катков и обустройство ледовых городков Их, как и в прошлом году, будет семь В излюбленных горожанами местах Тематика скульптур уже известна Это русские народные сказки Самой яркой и масштабной новогодней площадкой станет Центральная площадь Там уже второй год подряд будет и каток, и снежный городок с лабиринтами для детей И рождественская ярмарка Украшать город помогают предприниматели До середины декабря эти работы планируют завершить Помимо гирлянд и новогодних горок В декабре в Сургуте начнут обновлять и освещение На главных транспортных артериях города установят новую подсветку И светящиеся праздничные скульптуры У нас создана рабочая группа Которая отбирает площадки Ключевые перекрестки города Ключевые кольца, развязки Они будут все украшены И главная задача это создать праздничное настроение в городе Андрей Сергеевич Филатов поставил такую задачу О том, чтобы мы превращали город в уютное пространство Не только в праздники, но и в другие, скажем так, дни 30-ти градусные морозы идут в югру Значительное похолодание придет в округ в ночь с 18 на 19 ноября И, к счастью, будет кратковременным Уже в субботу днем местами температура воздуха прогреется до минус 20 градусов А к понедельнику будет минус 5, минус 10 По уточненному прогнозу, ноябрь в этом году теплее, чем в предыдущие годы на 1-2 градуса В третьей декаде ожидается понижение температуры до минус 25 градусов Ночью до минус 15, минус 20 И в ноябре вновь ожидается повышение температуры воздуха После относительно теплого ноября в Сибири придет долгая и достаточно морозная зима В некоторых регионах, в том числе и в югре, ожидаются холода до минус 40 градусов На Аби, недалеко от Сургута, подлет ушел снегоход Случай произошел в ночь на 17 ноября Вместе с Бураном подлет ушли трое мужчин Им повезло, что неподалеку располагается водолазно-спасательная служба города Спасатели подоспели вовремя Троих промокших мужчин доставили на берег Технику спасти не удалось Как отметили в МЧС округа, с начала сезона это уже третье происшествие Причем все провалы произошли не на мелких водоемах, а на крупных реках Аби, Канде и Малом Югане С сильным течением и большой глубиной, где льда местами нет совсем Как правило, югорчане выезжают на неокрепший лед, чтобы срезать путь или порыбачить Тем временем спасатели продолжают ежедневно патрулировать водоемы Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде До конца года в Югре введут в эксплуатацию сразу две большие школы Образовательные комплексы сдадут в Сургуте и Ханты-Мансийске Оба объекта готовы на 99% В окружной столице завершается строительство второй очереди средней школы номер 8 Здание рассчитано на 600 человек Сейчас строители ведут внутреннюю отделку помещений и занимаются монтажом инженерных сетей В Сургуте образовательные учреждения достраивают в 33 микрорайоне города Школа сможет принять 900 учащихся Сейчас на объекте постоянно работает почти сотня человек В классах уже установлена мебель, на кухне, оборудование Школьники со всей России могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Многовековая югра» Конкурс пройдет на платформе «Учи.ру» с 22 ноября по 5 декабря Там школьники со всей страны смогут познакомиться с самобытным сибирским регионом Задания Олимпиады основаны на интересных фактах об истории, географии, традициях и культуре коренных малочисленных народов Севера А также наследии югры Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет Ученики, которые быстрее всех справятся с заданиями, станут победителями и получат в подарок полезные гаджеты Отмечу, всех участников Олимпиады ждут электронные грамоты или сертификаты В Ханты-Мансийске выберут читалкиных Югорчане могут принять участие в конкурсе юных любителей поэзии Для этого необходимо подать заявку на портале читалкин.рф и прикрепить к ней видео Важно, хронометраж записи не должен превышать трех минут Организаторы предлагают участникам рассказать наизусть произведения из русской классики При этом отмечают, что качество видео не влияет на результат отбора Прием заявок продлится до 30 ноября Имена победителей станут известны 25 декабря Их пригласят на галоконцерт в рамках международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня Трансляцию покажут на канале Культура В аэропортах Сургута и Нижневартовска теперь можно пройти ПЦР и экспресс-тестирование на COVID-19 Зона диагностики находится у стоек регистрации и работает круглосуточно, без выходных Результаты обследования можно получить на почту в течение суток Справка выдается на русском и английском языках И подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на госуслугах Также в аэропорту можно пройти экспресс-тестирование на антиген и получить справку в течение 15 минут Тест пригодится, если вы собираетесь вылететь в Турцию, Грецию, Болгарию и другие страны Которые допускают въезд не только с отрицательным ПЦР, но и с результатами экспресс-теста на антиген Справку можно получить прямо перед вылетом в аэропорту в течение 15 минут На помощь полицейским в Нефтьюганске придут комплексы фото-видеофиксации, которые автоматически распознают правонарушения В первую очередь камеры установят в очагах наибольшей аварийности Это перекрестки возле Югана и больничного городка, а также пересечения Киевской и Парковой Дело в том, что жители города в социальных сетях стали активно жаловаться на автомобилистов Пользователи отмечают, что водители лихачат в жилых зонах, не пропускают пешеходов, проезжают на красный сигнал светофора и превышают скорость Ситуация обостряется в часы пик ГИБДД, конечно, не остается в стороне, но сотрудников ДПС всего 13 На всех нарушителей их не хватит Пока не установлены эти комплексы фото-видеофиксации В дальнейшем, я думаю, это будет уже установлено, что позволит сократить число нарушителей, именно нарушающих правила дорожного движения Спортивные учреждения Югры планируют присоединиться к сбору крышечек Напомню, это благотворительный проект Люди по всей стране собирают крышечки от пластиковых бутылок, активисты, сдают их на переработку, а вырученные деньги направляют на помощь больным детям Югра активно включилась в этот процесс Все больше городов округа присоединяются к акции Контейнеры уже стоят в нескольких точках Ханты-Мансийска Недавно добрые контейнеры установили в гипермаркетах Сургута Теперь первые два бокса для сбора крышечек установили в колледже-интернате Олимпийского резерва в Ханты-Мансийске и в департаменте спорта Югры В планах установить такие боксы для сбора крышечек практически во всех учреждениях спорта в Югре Добавлю, первая крупная отгрузка состоялась в декабре 2020 года И вот к настоящему времени собрано почти 7 тонн крышечек Притом каждая крышечка это всего 2 грамма Две медали и 5 рекордов Югры Такие результаты показали наши спортсмены после первых соревновательных дней на чемпионате страны по плаванию Первым отличился Никита Ульянов На дистанции 100 метров на спине он финишировал вторым и стал обладателем серебряной медали А его результат 50 секунд 66 сотых стал лучшим в истории округа Кроме того, югорчанин обновил достижения и на дистанции 100 метров батерфляем Но сделан-то в полуфинале, так что борьба за медали еще предстоит Блестяще выступила Елизавета Агапитова Югорчанке не было равных на дистанции 100 метров на спине Она финишировала первой с результатом 57 секунд и 69 сотых Что ранее не покорялось никому из югорчан Благодаря этому результату Елизавета Агапитова отобралась на чемпионат мира Который пройдет в декабре в Абудаби Также наша спортсменка обновила рекорд Югры и в эстафете Необычные ощущения, радость и не совсем еще осознала, что произошло Но очень довольны результатом, что получилось выполнить отбор Будем работать дальше, спасибо